здрасте всем приветуль продолжаем золотой колос как ни странно и у нас сегодня много работы и наши валерончики сегодня будет очень много трудиться поэтому погнали всех расставлять значится друзья главное действующая лиза сегодняшнего безумия мать что я несу короче кто у нас сегодня будет работать во-первых нам надо убрать 37 поле которое у нас наконец-таки созрела в конце прошлой серии ну и соответственно этим будет заниматься наш большой желтенький new holland и помогать ему в этом деле нелегком будет наш ман соответственно валерончик отправляем все это дело убирать и они вроде как здесь должны будут нормально разобраться потом далее друзья наши теплички здесь у нас есть контрактики у нас еще висят контракты на клубнику на томаты на канолу и на белый рис соответственно все это дерьмо кроме вот этого контракта на клубнику который на 115 кубов и уже 19 отвезено какой молодец она все идет на ж.д. станцию и все это дело мы будем возить поездом а вот этот контракт идет у нас на молочный завод и туда соответственно будет ездить наш любимый урал поэтому товарищ завелся тронулся и да надо сначала наполниться что я про это не подумал короче он тоже должен будет справиться мы за ним будем следить там единственное топлика было маловато у него но он заправится он у нас умный если вдруг топляк закончится он в общем-то заправиться до далее друзья шестое поле на шестом поле у нас в прошлый раз была уборка урожая и соответственно она закончилась еще в прошлый раз довольно быстро теперь нужно готовить это поле к посеву соответственно нужно его удобрить и закультивировать надо глянуть требуется ли вспашка вспашка не требуется замечательно соответственно в первую очередь нужно это все дело удобрить и заниматься этим дерьмом будет у нас мтзшка с этим вроде она должна довольно таки быстро справиться я надеюсь у нее все хорошо получится да в общем-то девочка поехала ну и пусть себе едет а вы друзья перемещаемся в магазин здесь нас ждет вальтра и нью-холланд но нью-холланд для других целей а вальтра она ждет тоже не просто так это самое шестое поле надо закультивировать и для этого нам нужно купить культиватор у меня почему-то в голове крутится такая картина как будто культиватор мы уже купили но я даже побегал по гаражам и ни хрена не нашел и вот высматриваю я культиваторы и у нас трактор то не самый сильный я вам скажу видимо придется брать вот этот 6 метровый черт я же культивировал поле чем-то я помню я брал культиватор может его в аренду брал а может и нет кстати есть куновский 6 метровый из дополнения 220 лошадок всего требует правда сюда еще загружаются семена это там для травки для всякой фигни ладно пойдем по старинке на самом деле в идеале взять вот это синенький но ему нужно 300 лошадок а у нас у нас на тракторе 250 сушка может взять его и на будущее потом все он трактор купим когда-нибудь давайте его купим правда прям хочется до покупаем и там урал доехал какой молодец у него низкий уровень топлива но он заправится тут где-то еще поезд едет я хочу на это посмотреть я люблю смотреть на поезда да вон он едет большой охренеть какой длинный состав ладно это хорошо что он сейчас проехал потому что скоро нам на пути надо будет самим выезжать мы же будем сегодня кататься на поезде как эта серия без катания на поезде такого не бывает хотя может и бывает но но не в нашем случае соответственно пригоняем это все дело на наше шестое поле и отправляем валерончик работать я надеюсь мощи ему хватит но разумеется он будет ехать не на всю силу но в любом случае это будет быстрее чем пахать трехметровым культиватором не не пахать и культивировать но неважно давай разворачивайся мы посмотрим ты хоть там не знаю десятку хотя бы поедешь но он 10 и едет но и нормально это с учетом того что он в небольшую горку едет короче это в любом случае быстрее это поле можно в общем-то оставить они все сделают с удобрялкой парень уже почти все доделал какой молодец ну да ладно это еще не все у нас еще есть самих работу поэтому погнали обратно в магазин в магазине друзья нас ждет наш new holland здесь тоже не просто к нам нужно кое-что прикупить как вы знаете из прошлых серий кто не смотрел посмотрите вообще лучше самого начала и он сверху ссылочка на плейлист можете начать сначала и там вообще чтобы быть в курсе всего происходящего да ну короче у нас сейчас строится ангар около рисовой фермы и там будет жить техника которая будет заниматься рисом и new holland тоже будет жить там поэтому чтобы она там полноценно жила и никуда ее вообще никогда не гонять нам нужно там поставить заправку но заправку поставить как бы это проблематичненько поэтому мы друзья он кстати урал заправляется какой молодец мы друзья купим бочку бочку для топлива стандартную вот эту вот дефолтную бочку в виде гробика мы соответственно заправим ее топливом и поставим около ангара она там будет жить единственное раз уж мы ее сейчас покупаем у нас не так много топлива осталось на базе мы когда-то привезли в начале но техника вся заправляется практически там склады ферма по топливу нас осталось там всего 307 литров поэтому раз уж мы купили эту самую бочку то я предлагаю заправить ее топливом отвезти на этот самый на базу основное топливо на основную базу топлива отвезти выгрузить там заправить ее еще раз и поставить жить около рисовой фермы так что в общем-то погнали кататься в общем-то в общем-то А вот мы и приехали. Для начала нам нужно заправить комбайн, а потом уже все это дело отгонять. Хотя я сейчас этого не буду делать. Построится ангар, тогда перегоним. А еще у нас, кстати, здесь рис созрел, но еще поле не высохло. Вода спустилась, а поле не высохло. Соответственно, убирать пока что рановато. Высохнет поле, займемся уборкой. Высохнет, кстати, довольно скоро. Должно, по крайней мере. Хотя вон тут вот еще есть маленькая лужица. Значит, еще не вся вода сошла. Здесь, наверное, тоже есть на втором поле, да? Здесь вообще уже совсем маленькое. Соответственно, еще вот эта вот вода будет уходить, а потом еще полчаса будет сохнуть с поля. Примерно полчаса. Не так много, на самом деле. Че уж там. А мы пока что погнали кататься на паровозике. Ведь это будет весело. Вот он, друзья, наш паровозик. Суперклассный. И с помощью него нам надо сегодня еще тоже повыполнять контракты и отвезти рис, канулу и, в общем-то, много чего. Не знаю, правда, еще не придумал, как это, в какой последовательности все это дело оптимизировать, чтобы было прям круто. Надо еще посмотреть, сколько у нас есть риса. У нас 129 кубов риса. Это мало. Надо делать. Надо перевозить и делать. Очищать. Кстати, вон Урал последний рейс сейчас сделает и уже пошла выгрузка. И мы сейчас получим денюжки. А еще получим единичку рейтинга и у нас будет хрен знает сколько. Надо сейчас посмотреть. В общем-то, выполненный контракт. Так, хоп. И контракт выполнен. Отлично. А рейтинг и статистика мы сейчас глянем. У нас уже 104. До хрена, правда? Ну, то есть, как до хрена? Нормально. У нас, правда, была одна сделка с монетами. Мы штраф получили. И еще. А, езда по чужим полям нам ничего не дали. Евлампий как-то раз выехал на чужое поле. Зараза такая, а? Я знаю, он специально это сделал. Короче, что нам надо делать? Нам нужны контракты. А, еще канола, кстати. У нас есть контракт на канолу. На канолу. Клубники 96 кубов. Белый рис. Это тоже два вагона, по сути дела. Значится план каков? У нас еще, блин, в вагоне брус лежит, что не есть хорошо. У нас, кстати, должен быть рис на нашей ферме. Да, с прошлой уборки. Склад, ферма. И по каноле что у нас там? Рис у нас до хрена. Канола у нас тоже до хрена. Сейчас там выгружается. Контракт уже есть, что выполнить. Отлично. Значится, что мы делаем? Нам надо сейчас отцепить вагон с брусом. Каким-то образом. И вообще, в принципе, это просто делается здесь. Наверное, да? Опять бросаем вагон, где попало. В общем-то, отцепляем. И можно его, в принципе, знаете, куда деть? На бетонный завод. Давайте заведем наш крутейший локомотив. У нас на бетонном заводе стоит 5 вагонов с грунтом. Которые брошены там уже давно. И я все никак не могу этот сраный грунт оттуда вывести. Поэтому давайте мы сейчас бросим это дело там. Чтобы они стояли в паре. Мне кажется, это будет самое правильное решение. Так что погнали на бетонный завод и бросим там вагончик. Такс, а я видел, там Урал уехал. И он загружен. И с клубника поперся, а? Надо его догнать. Где он? Куда он поехал? В другую сторону. Боже мой. Урал, стой! Тебе не надо больше ездить. Куда ты поперся? Я же быстрее, чем ты бегаю. Остановись. Я тебя догоню, сейчас надаю по щам. Вот падла, а. Надо тебя выгрузить, поехать. Все пошло не по плану. Я, видимо, неправильно считаю. Я не смог правильно 96 поделить на 24. У меня почему-то 5 получилось. Хотя на самом деле 4 должно было получиться. Вот такая вот у меня математика проблемная, да? Ну да ладно, ничего страшного. Мы вовремя его перехватили. Сейчас мы его поставим на место, выгрузим там и все будет чики-пуки. Вот так вот. Все, давай, падла, выгружайся вот здесь вот и, короче, отдыхай. А мы возвращаемся к нашему суперскому паровозику. И нам нужно... Падла. Мы возвращаемся к нашему суперскому паровозику. Да залезь ты в него. Нам нужно отогнать вот этот вагон на бетонный завод. Для этого сдаем задним ходом и отцепляем там вагончик на левой стрелочке. И, в общем-то, этот вагон можно бросить прямо здесь. Отцепляем его. И, в общем-то, друзья, дальше мы едем подцепить вагоны, которые мы бросили там. 5 вагонов вот этих вот крытых. Наша задача сейчас съездить и подцепить обратно. Вот так вот. И знаете, что мы теперь делаем? Мы загружаем весь наш белый рис, который у нас есть, в два вагона. А еще в один вагон мы загрузим клубнику. 96 кубов. Так, проверяем только. ЖД-станция, 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 ЖД-станция. Все на ЖД-станцию. Как замечательно-то, да? В общем-то, в первый вагон мы... В первые два вагона мы загружаем белый рис, который у нас есть весь. Третий вагон загружаем, соответственно, клубничку. Готово, господа. Мы загрузили белый рис и клубничку. И сейчас, друзья, мы едем с вами на базу, на нашу основную ферму. И уже там я вам расскажу, зачем. А пока что просто поехали. Поехали. Вот те кот. И знаете, какой у нас дальнейший план действий? Мы, друзья, отцепляем два вагончика задних, которые пустые. И вместо них прицепим вот эти три вагона для зерна. Так, отцепляйся. Поэтому залазим обратно в наш любимый паровозик. И сдаем вперед, подцепляем вагоны для зерна. И вот те кот. Цепанули вагоны для зерна. И в эти вагоны нам сейчас нужно насыпать канулу. У нас есть контракт на канулу. 188 кубов. Они как раз влезут в два вагона. Это ровно два вагона. И еще один вагон мы засыпем рисом. Не очищенным. Обычно вот этим вот рисом. И, соответственно, отвезем его на элеватор на очистку. Поэтому погнали заполняться. А я, друзья, что-то, кстати, натупил. Канулу-то у нас еще недостаточно было в тот момент. Я не знаю, каким образом я там что считал. Но, в общем-то, пришлось ждать, пока ман приедет с поля. И вот он, наконец-таки, приехал. И вот он, наконец-таки, выгружается. И вот он, наконец-таки, канулу мы можем нормально загрузить в последний вагончик. Ман, в общем-то, поедет дальше убирать поле. Точнее, помогать убирать поле. А мы поедем с вами, друзья, на Приозерский элеватор. Ферма Элеватор. Вот он, замечательный этот маршрут. Там мы, друзья, скинем рис на очистку. И, в общем-то, оставим поезд прямо там. Будем ждать, пока переработается нужное количество риса. Это происходит не так быстро. У нас, в принципе, дела будут на тот момент новые. Заказываем, в общем-то, маршрутик. Уже все почти засыпалось. Переключаемся на самый первый вагончик. Вот он, такой красивый. Целый состав повезем. Весь набит чем-нибудь. А так у нас дела еще будут. Потому что уже много времени прошло. И много чего уже успело сделаться, пока мы тут катаемся на паровозике. В общем-то, полетели. Вот мы и приехали. Теперь осталось только найти, куда выгружать этот сраный рис. Можно даже из поезда вылезти. О, очистка риса. Прямо здесь. Замечательно. У нас рис в каком вагоне? В предпоследнем, да? Вот в этом вагоне. Значит, его нужно поставить на триггер очистки риса. Так что давай, катись, падла. А мы пока как раз можем открыть этот самый завод. Точнее, тут надо не склад. Это у нас приозерский элеватор. Вот, очистка зерна. Нам надо именно это. В общем-то, будем за ним следить. Почти давай-давай-давай-давай. Вот я, кот. Вроде как здесь, да, триггер или чуть дальше. видимо чуть дальше здесь обычный переезд что-то я прям на переезд хотел все высыпать хотел было я сказать что на меня это не похоже но на меня это очень похоже да всякие фейлы это это я любитель люблю могу практикую в общем-то рис у нас высыпается как только он высыпется он сразу начнет очищаться а пока он высыпается можно взять в руки калькулятор и посчитать сколько нам нужно всего очищенного риса для этого мы откроем активный контракт у нас 148 кубов соответственно 148 тысяч минус 29 минус 129 минус 129 тысяч 416 нужно 18 кубов 584 литра когда мы увидим что эта цифра у нас накопилось мы соответственно сможем загрузить туда это остаток во второй вагон крису добрать и ехать по своим делам можно кстати вагон сразу этот подогнать чтобы он был в нужном месте вот он второй вагон где у нас погрузка рис это происходит хороший вопрос да продажа зерна аренда элеватора все есть а вот где погрузка риса вот она вот здесь вот есть вот из этого склада да здесь загружать белые соответственно чуть назад надо подъехать и все будет окай так что там подъезжаем чуть-чуть назад самую малость на грамму личку наверное вот так вот и пойдет до белый рис уже можно загружать соответственно стали мы правильно поезд можно заглушить дальше время он не нам не понадобится мы погнали у нас есть еще работа на полях 37 поле у нас убран урожай соответственно вот этих вот ребят надо отправить обратно на базу отправляем на разгрузку мана трубу мы закрываем вот эту вот штуку мы отцепляем и надо подцепить ее теперь сзади в транспортное положение чтобы она транспортировалась как ни странно да и соответственно его тоже отправляем на базу вот этот вот парниша закончил культивировать шестое поле не давно кстати закончил много времени у него на это ушло в общем-то этих ребят нужно переставить на 37 поле там тоже нужно удобрить и закультивировать все это дело но сперва нужно немножко семян туда засыпать точнее удобрений потому что было потрачено некоторое количество и чтобы он не ездил не пополнялся мы его часами заполним видите какое хитрый точнее не хитрый а умный вальтра сзади сейчас поедет просто за нами потому что она умеет кататься за нами вот куда мы туда и она там тоже специально обученный валерон как ни странно итак друзья соответственно мтзшка едет посыпать удобрениями наше 37 поле я надеюсь у него это хорошо получится еще и надеюсь что ему хватит этих самых удобрений 4000 литров а то я не помню сколько расход идет на это поле но в общем то если не хватит он съедет пополнится в принципе небольшая проблема для него теперь когда мы немножко отпустили мтзшку можно поставить и этого валерона вальтеру которая будет все это дело у нас культивировать он едет медленнее чем мтзшка поэтому проблем возникнуть никаких не должно в общем то эти ребята должны будут справиться а если не справиться то я им по жопе надаю а далее мы перемещаемся на рисовую ферму здесь уже должна была исчезнуть нет не исчезла еще грязь а вот падла на втором поле уже все готово к уборке у нас комбайн заправлен уже даже трактор приехал который будет с ними убирать но видимо еще рано вот же черта ладно мы пока все равно еще ждем можно сходить перекурить пообедать и в общем то мы уже встретимся когда будет чем заняться мы ждем пока переработается зерно и пока высохнет это сраное поле ну что господа поле высохло только что и как раз у нас нас собиралась нужное значение белого риса правда еще чуть чуть меньше но мы в любом случае через пару секунд будет то что нужно то что доктор прописал а сейчас наше дело убрать рис точнее замутить уборку боже какой грязный наверное придется еще и керхер ставить около рисовой фермы ну ладно это не сегодня нам надо это все дело убрать еще мы замутим здесь уборочку валеронов запустим они будут сами все убирать люблю когда она сама все происходит автоматизация мать ее вот те кот уборочка пошла вроде как здесь проходит все довольно четко без сучка без задоринки вот у нас есть специально обученный хорлиман он это все дело отвезет на базу когда она соберется когда он наполнится в общем то будет возить и все будет прекрасно здесь у нас только еще идет шесть часов по 8 начали соответственно в два часа дня закончат сегодня мы этого значит не увидим ну и ладно погнали к нашему паровозику черт я пока бежал за паровозиком нашел какие-то виллы они мне правда на хрен не нужны ну и ладно пускай будет если что вот здесь лежит лежат виллу я сколько раз здесь проезжал никогда в жизни их не видит в общем то теперь они есть я вообще бежал на 37 поле посмотреть как тут дела обстоят и тут уже кстати да почти все до удобрялась и уже довольно таки большую часть работы сделала вальтера молодец слушайте хорошее приобретение классно культиватор скоро купим новый трактор для него и он будет делать это еще быстрее классно мтз можно тогда в сторону отогнать кстати удобрение здесь хватило бы даже тех которые оставались в общем-то 2 куба расход на это поле 2 куба и нормально сейчас мы его в ангар поставим точнее не в ангар а там есть навесик и мы под навесиком поставим чтобы он не мешал а хотя можно даже прямо здесь его поставить вроде как не должны его стырить с учетом того что здесь рядом валерон если что он выйдет там под сиденьем монтировка лежит и настучит по башке в лучшем случае тому кто покуситься на нашу технику а в худшем эта монтировка может залезть знаете куда ладно меня дети смотрят я не буду говорить куда в общем то нас сейчас интересует наш поезд нам нужно в него залезть и наполнить немножко белого риса уже есть 20 кубов нам нужно не 20 нам нужно 18 584 чтобы все было ровненько и четенько можно вот так вот наполнять столько сколько надо за это отдельный респект разрабам они прям красавчики в общем-то наполнение пошло и это здорово наполнение идет можно кстати поезд завести пока пока идет наполнение 148 кубов у нас загружена контракт у нас тоже на 148 кубов и это замечательно мне это нравится в общем-то заказываем себе ж д маршрут который поведет нас из элеватора на ж д станцию ж д станции четвертый путь сначала мы высыпем каналу не знаю почему но хочется в общем-то мне сначала высыпать именно каналу переводим вид вот на этот вагончик чтобы проще было ориентироваться что ли и в общем-то стартуем погнали полетели катаемся на паровозике чуть-чуть чуть-чуть отлично выгружаем сначала из этого вагончика канолку которую мы сейчас при тарабанили сюда а потом у нас есть еще в одном вагончике канола вот в этом нужно будет и ее тоже сюда выгрузить я вот сейчас призадумался как там попасть к боксам принципе должен быть какой-то маршрут просто как он туда поведет ладно сейчас посмотрим я думаю на карте это будет написано каким-нибудь образом пока что выгружаемся это самое главное кстати окно с рисом можно закрыть наверное и пооткрывать окна с контрактами мне кажется это будет правильным решением так вот раз вот так вот два и белый рис 3 да именно в таком порядке чтобы они исчезали в правильном порядке пододвигаем за это время паровозик чуть-чуть самую малость потому что надо выгрузить из 3 вагона 3 с конца 4 сначала нажимаем на кнопочку и выгружаем и посыпалась у нас все это дело выгружаться консервный завод эталон у нас просит белый рис что я мне на ум ничего не приходит насчет консервов из риса слабо представляю хотя может тушняк какой-нибудь хотя там вряд ли весь добавляется хрен его знает может быть плов в баночках какой-нибудь быстрого приготовления консервы ладно все я не буду но солить эту тему она выгружается и слава богу правда выгружается не риса канола и у нас скоро будет много много денег скоро друзья мы сами купим какой-нибудь завод короче контракт на каналу выполнен сейчас наше дело переехать на ж.д. станции четвертый путь на ж.д. станция склады и видимо нам нужно выехать вперед развернуться и объехать в общем-то надо действительно внимательно следить за светофорами дается на это дело три минуты в общем то давайте поедем туда пока не знаю еще куда самое интересное вообще проще конечно было бы проехать вперед и заехать задом но тут тоже такая знаете ли дилемма как это все работает ну ничего ладно сейчас посмотрим ничего страшного выезд отсюда он зеленым горит и это хорошо по-хорошему было бы вот вот правый путь который вы видите это как раз на склады путь он походу хочет чтобы мы разворачивались ну да ничего страшного что он кстати вот здесь по светофорам здесь красный горит там красные даже не знаю как он нас ведет сюда дальше тоже красный интересное дерьмо если честно ладно сейчас проедем хотя бы выйдем и отсюда и что-нибудь там увидим здесь зеленый горит а вот здесь красный соответственно перевода на право здесь нету значит единственный наш правильный путь ехать прямо давайте-ка мы на первый вагончик переключимся повернешь ты сейчас налево или не повернешь мне интересно назад уже вроде как нельзя и минута осталось на все эти целодвижения скорее всего повернет до повернул молодец какая отлично в общем то у нас сейчас две культуры в вагонах и я так понимаю одни боксы справа одни слева там тоже придется много телодвижения делать чтобы маневрировать между этими самыми боксами в общем то поехали сначала пока что направо у нас 2 и 10 справа у нас будет бокс номер два соответственно будем выгружать клубнику которая находится в третьем вагоне очень хороший вопрос где тут бокс номер два вижу его в общем то можно даже переключаться тогда на третий вагон на серый вот этот и подгонять его к второму боксу отчет идет сначала здесь проехали 1 и сейчас будем проезжать 2 вот он вот так вот наверное должно стать и она даже я даже с первого раза попал вообще красота отлично теперь вопрос где нам проще разворачиваться будет десяток стати ровно напротив можно впереди развернуться можно развернуться сзади мы развернемся сзади так будет проще и тем временем контракт на поставку товара клубника тоже выполнен что погнали тогда разворачиваться опаньки я опять с первого раза попал слушайте красота сегодня не день прям все получается а потом окажется что я забыл запись звука включить и вот тогда я обосрусь но если вы это смотрите и все нормально значит этого не случилось да так в жизни бывает дерьмо знаете ли случается случается с каждым не каждый день но периодически такое бывает от этого никуда не деться подвигаем далее состав наш не выгружаем все из второго вагона и все поезд наш остается совсем пустой пустой одинокий паровоз это еще не все наши покатушки на этом не заканчиваются нам нужно еще этот самый поезд отвезти обратно на элеватор чтобы когда закончится обработка риса который там еще обрабатывается нас тем временем выполнен контракт молодцы 955 тысяч есть денег классно чтобы сразу закинуть это все дело в вагон и не платить за аренду склада так мы сейчас находимся на ж.д. станции ж.д. станции склады и нам нужно на приозерский элеватор и сейчас он нам предлагает выехать обратно и сделать разворот круг судя по маршруту в общем то мы так и сделаем и придется на элеватор ехать задним входом зато потом передом будем возвращаться обратно на базу тоже в принципе неплохо в общем то погнали вот так вот тормозим ставим нейтрал очку или нейтраль в общем то как называется здесь я не в курсе и глушим поезд нахрен все он молчит тишина тишина и спокойствие правда тут самый сам элеватор орет как резанный немножко конечно далеко заехал ну да ладно короче наш паровозик стоит здесь и как только рис весь очистится нам придет смс к и мы будем об этом знать и сможем весь его загрузить в поезд и отвезти обратно на базу на хранилище тем временем кстати тут уже все подходит концу вальтра красавчик быстро культивирует мне нравится надо будет еще трактор купить будет еще быстрее когда-нибудь мы купим новый трактор это обязательно без этого никуда новые трактора это классно черт я застрял вот так что у нас происходит с рисом мне интересно расскажи-ка мне дружище как у тебя дела ты в общем то еще по кругу ездишь да может быть кстати и нет в общем то рис убирается ведь все четенько но почти все четенько ладно да именно почти все четенько ну ладно вот эти маленькие попушки да и хрен на них в общем то она убирается и все прекрасно в общем то да убирается да и мы друзья в следующий раз не знаю это будет новое видосик или на стриме этим будем заниматься потому что что-то давно не было стримов по золотому колосу может быть короче и на и на стриме позанимаемся я тут буду бегать вокруг поля да мне же нехер делать надо что-то говорить и какой-то движ был ладно шутка все больше не буду пускай вам комбайн ездит короче в следующий раз у нас план набрать опять-таки контрактов закупить семян рассады разобраться с грунтом наконец-таки пора бы уже и все это дело замутить на посев и так далее ну плюс еще будем так планы строить на будущее а у меня в общем то на этом все давай дружище не забудь лойсик влепить потому что вроде как вот по ощущениям прям очень длинная серия получилось все как вы любите и я и очень долго записываю почему-то что если планов настроил и очень много времени на все это ушло а еще очень много лишнего трендежа было но и на иногда так бывает все время настроение такое знаете по трендить так случается периодически и еще надо черкануть какой-нибудь комментарий вообще там предлагали замутить идею на тему того чтобы в сериях показывать лучший комментарий какой-нибудь топовый я правда слабо себе представляю но если ты дружище напишешь прям охренительно комментарий какой-нибудь я не имею ввиду как блин я у кого-то попадалось мне на ю тубе и типа написать просто никита топ это не топовый комментарий будет короче да это так не работает нужно реально классный комментарий так что давай включай свою воображалку фантазию и или что у тебя там есть если тебя конечно там что-нибудь есть и черкани чуть классно и мы все посмеемся или или еще что-нибудь в общем то как то так в общем то друзья всем огромнейшее спасибо за внимание с вами был никита дела и всем всего доброго пока пока